Кто говорит, там, научу вокалу за месяц, да, там, это очень смешно. Брать дыхание вот сюда, вот, вот сюда, вот в эту мышцу, да. Для этого мы используем карандаши, пробки, все подручные средства. Это очень немножко вот это все, вот это все вот так зажато, все вот так вот, вот так вот поют, да. Привет, друзья, вы на канале Алга Петербург, меня зовут Саша Карельский, и я продолжаю брать уроки по вокалу, а заодно и проводить наш эксперимент. Знают ли педагоги по вокалу о Димаше Кудайбергене? Все подробности в этом выпуске. Смотрим. Здравствуйте. Да, Виктория, здравствуйте. Да, отлично слышу. Смотрите, а про табиано слышно? Да, шикарно. Отлично, да? Да. Ну, давайте поговорим немножко. Машка, расскажите вы, что для чего, почему, занимались ли раньше музыкой, знаете ли ноты? Я знаю, что нот 7, вот, а последний раз именно занимался музыкой я только исключительно в школе. Понимала. Жена меня категорически отговаривает, говорит, слуха у тебя нет, медведь на ухо наступил. Наверное, комплекс, в общем, у меня по этому поводу. Я чувствую потребность, что хочу, собственно, заняться вокалом, хочу петь. Вот, меня интересует больше эстрадный вокал. Ну, я, собственно, эстрадным и занимаюсь. Я оканчивала школу, колледж и консерваторию. Давайте вы песню подготовили. Мне нужен только какой-нибудь припев или куплет. Лучше, конечно, припев. Песня, пусть там маленькой елочки там. Маленькой елочке, голодной зимой, все. Давайте я спою те песни, которые я часто в компании, меня просят спеть. Только акапелла без музыки, хорошо? Да, да, да. Ой, цветет калина в поле у ручья, Парня молодого полюбила я. В принципе, голос есть. Можно что-нибудь не лезть наверх, вот песню какую-нибудь чуть-чуть пониже. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ну, отлично, шикарно. Шикарно. Ваша жена не права, что у вас нет слуха. У вас есть слух. Давайте чуть-чуть с вами с роялем, да? Так, ми, вам нужно чуть-чуть как бы улыбнуться, так, как будто вы меня кадрите. Ми, ми, ми. И... Главное, чтобы сам слышал ухом. Слышишь, где лажа была, а где четко попал, да? Да. Вот голос, он уже не изменится. Вот, допустим, я там диапазон, да, я вот слышал такое понятие. Вот, начиная, там, кто-то и внизу может петь, и в середине. Вот, это вообще возможно развить в себе? Вам, тебе сколько лет? Мне 33. Чем ты моложе, тем тебе проще и быстрее вот эти вот связки, да, твои как бы мышцы вот эти вот растянуть, натянуть, да? То есть, если там, сейчас вот ты начал там петь, да, там, за месяц себе вот так оп, и ты там не запоешь там какую-то там, не знаю, соль, первая октава так сразу, чисто, да? То есть надо вот постепенно... Соль, первая октава, можете нажать вступив, я послушаю? Соль, соль, соль. Да, да. Вот, кстати, да. Это как у Витаса получается, да? Ну, да, у него там разные приемы, у Витаса, там прям куча он использует всяких. Ну, да, как в Гонфальце, там, берет вот эти... А я так не буду учиться просто теоретически или нет? Ну, вот если сильно захочу. Ну, вот бас, например, да, вот он берет ноты... И вижу. Ты почему мне так захотелось именно петь? Я вот смотрел просто по России 1, передачу «Новая волна», что ли называется, не помню. И там выступил певец такой молодой, и вот он так запел именно вот низким голосом. Может быть, кстати, ты даже его слышала? Димаша его зовут, не слышала? А, конечно, я обожаю Димаша. У Димаша вообще он такой разносторонний. У него, там, по-моему, мама академическая вокалистка. То есть он, у него и фельдшет, там, головной регистр развит, и внизу нотки у него. То есть вот он такой мульти-певец. То есть вот он все может. Мне интересно, он, получается, такой родился? Нет, нет, не родился. Он занимался у многих педагогов. Он прям вот, ну вот у него очень было много разных, и вот ото всех он подчерпал. Я про него читала, мне он очень нравится. А ты давно вообще с ним познакомилась? Я не знакома с ним, я, ну, в смысле, с творчеством? Да, да, да. Нет, я недавно открыла, вот как раз-таки тоже после то ли «Новая волна», то ли с Фадеевым, что ли, он где-то выступал, и я услышала, что там песня про лебедей. А, не могут жить в разлуке лебеди. Лебеди, да, 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 да. Очень красивая песня. Ну и потом еще я там слышала пару песен. Ну, то есть он такой прям, по-моему, он казах, да? Да. Он вроде из Казахстана. Чтобы понятно. Вот слышала «Любовь похожая на сон» его песню? Да, 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 да. Вот он тут каким голосом поет? В церковь осмотрюсь, Отражение потерять, Споем, поюсь. Так легко просто у него это все получается? Это тенорок. Ага. Он тенор. Класс. Да, поэтому, ну, я же говорю, у него много всяких методик было, и он прям много где учился, чтобы вот так вот научиться вот так вот и там петь, и тут петь. Но смотри, он учился с детства. В 33 года очень сложно такой голос получить. Ну, ясно. Просто ты будешь... Как Димаш я не запою, а что-то приобрести, какие-то приемы, техники, возможно. Да, да, возможно. Я вот что услышала, да, вот еще раз, то, что ты спел, да, с фортепиано, без... Голос есть, слух есть, ритмика, чувство ритма есть. Немножко ушко плохо слышит, ухо надо чистить. Ну, чтобы чистить, это разные распевки, разные там дамочки. То есть не физически? Не, не, не физически. Я думал, может, мне к этому пора, как его, отолонгологу. Нет, нет. Ухо услышала, дает сигнал вот сюда вот в твоей связке. То есть вот тебе надо вот хорошо услышать, чтобы вот тут вот воспроизвести хорошо. Если ты услышишь грязно, ты вот так вот, да, воспроизведешь некрасиво. То есть вот все взаимосвязано. От башки очень много зависит. То есть вот эти все наши комплексы, да, вот зажимы вот этой вот шеи. Ну, отлично. Я остался доволен нашим знакомством. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Виктория, за урок. И я тебе еще должен кое в чем признаться, на самом деле. Я являюсь очень большим поклонником Димаша. Вот, не зря мы с тобой сегодня затронули эту тему. Вообще я провожу такой серьезный анализ, насколько у нас в России знакомы с этим артистом. И насколько вообще люди действительно вдохновляются творчеством. Особенно люди, которые профессионально занимаются вокалом. Потому что я считаю, что незаслуженно о нем умалчивают на российском телевидении. Он уже давно очень большой артист, которого показывают и в Китае, и в Америке, и в Японии. И это вот... А у нас почему-то все на радио звучат Филипп Киркоров, Николай Басков и Ижи с ними, и без конца. А здесь действительно такое очень большое-большое искусство. Я очень рад, что ты, как человек, который обучает вокал у других людей, знакома с этим артистом и так много о нем хорошего сказала. Спасибо. Мы тебя тоже приглашаем на наш канал. Называется он «Алга Петербург». Вот. Там очень много людей, которые пишут, высказываются о нем. Причем люди со всех стран мира. То есть мы знакомы и с мексиканцами, и с португальцами, и с американцами. И я думаю, что ты, как человек, который все время развивается, тебе будет очень интересно посетить, во-первых, ресурс, ну и дружить с нами. Потому что мы рады, что такие люди есть. Ты большая молодец. Я вижу, что ты вкладывалась от всей души. Я тебе могу сказать, что я со многими педагогами уже пообщался. И несмотря на то, что многие называются педагогами, у многих уже давно не горят глаза, а они до сих пор занимаются этим только технически. А ты не такая. Спасибо. Спасибо. Вот. Ростову привет. Ростов-Батайск. Во. Ростов рулит. Спасибо большое. Пока. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все. Пусть о казахском феномене узнают все.